Армянское Нагорье относится к областям древнейшего расселения человека. Люди жили на данной территории, начиная с эпохи Нижнего Каменного Века, а это как минимум 100 тысяч лет до нашей эры. От первоначального универсального каменного рубила человек за десятки тысячелетий перешел к применению более совершенных орудий труда, которыми можно было резать, сверлить, скоблить дерево, кость, рог и другие материалы. Человек начал охоту на мамонтов, которыми было богато и Армянское Нагорье. Одним из поселений древнейшего периода является поселение Шингавит 3-го тысячелетия до нашей эры. Поселение находится в черте столицы Армении, города Еревана. По дороге из аэропорта в центр современного Еревана на берегу Ереванского озера можно увидеть развалины и продолжающиеся археологические раскопки этого уникального по своей сути поселения. В этот же период стали возникать древнейшие цивилизации Востока. В их числе – великие цивилизации Шумера, Египта, Аккада и Вавилона. Их влияние, безусловно, было заметно и на Армянском Нагорье. По мнению ученых, здесь в этот период существовало родовое общество. Продолжался переход от матриархата, где важнейшие вопросы решали женщины, к патриархату, то есть обществу, где ступени родства определяются по отцовской линии. Мы, уже современные люди, до сих пор живем по этому принципу. О населении Армянского Нагорья мы до сих пор имеем недостаточные сведения и не имеем устоявшейся картины тех лет. Однако некоторые общие черты материальной культуры свидетельствуют об этнической общности значительной части населения Нагорья уже в IV-III тысячелетиях до н.э. Солидную часть Армянского Нагорья населяли хуриты, которых шумеры называли субарийцами. В середине III тысячелетия до н.э. часть их мигрировала к берегам Средиземного моря. В ряде местностей этого района археологами обнаружены памятники материальной культуры, в частности керамические изделия, сходные по форме с культурой племен Армянского Нагорья. Для II тысячелетия до н.э. Благодаря сохранившимся в письменных источниках свидетельствам картина племен и народностей, населявших Армянское Нагорье и Близлежащие области, существенно проясняется. Южная зона Нагорья была населена родственными друг другу хуридскими и урардскими или арарадскими племенами. Хуриты обитали на территории от запада Ефрата до озера Ван. Мелкие хуридские государства – Алзи, Шубрия и другие – стали возникать в начале II тысячелетия до н.э. Однако основная масса их жила южнее, на территории от Средиземного моря до Оссирии и Вавилонии. Именно в Северной Месопотамии, в XVI веке до н.э. хуриды создали свое самое крупное государство – Метанни. Название государства, по мнению ряда историков, происходит от слов «ми-тун», что переводится как «страна единого дома». То есть многонациональная страна, основную политическую роль в которой играли хуриты. Само происхождение и язык хуритов до сих пор досконально не изучены и имеют массу пробелов. Так раньше считалось, что хуридский язык имеет отдаленное родство с кавказскими языками. Однако современные исследования видят в хуридском также явный индоевропейский корень. Это видно и в словах, и именах, где часто используется корень «ар», свойственный арийской группе – иранским, армянским и индийским языкам. Вместе с тем, хуридский родственен урардскому или языку арарадского царства Урарту, распространенному на большей части территории армянского Нагория. Ученые подчеркивают, сходство хуридского с языком этрусков проживавших на территории Апеннинского полуострова современной территории Италии. Известно также, что хуриды наряду с акадийцами и урартами принадлежали к арминоидной группе популяций или арминоидной расе. Наивысшего расцвета метания достигла в 15-14 веках до н.э. Метанийская культура оказывала длительное и сильное воздействие на культуру Сирии, малайзийских областей Хетского царства, а также районов, лежащих к северо-востоку от метанни за тигром. Войско метанни владело высокой техникой коневодства и колесничного боя. Бассейн озера Ван и прилегающие к нему с востока территории были населены родственными хуридам урардскими племенами. В XIII веке до н.э. на этих территориях существовал племенной союз Аратри или Уруатри, состоявший из восьми племен. После опустошительных нашествий царя Ассирии Салмонасара I союз распался, и его место занял более мощный союз Наири. Интересно отметить, что государствами Тании египтяне называли Нахарина, что в переводе означает «страна рек». Наири же – ассирийское название урардского союза племен, что также означает «страна рек». Самим названием подчеркивается богатство армянского Нагорья реками и водными источниками, и именно поэтому рай на земле обозначался именно на этой территории. В XI веке союз Наири распадается и постепенно набирает мощь государства Урарту или Араратское царство. Кроме того, на Армянском Нагорье и вокруг него проживали многочисленные племена и народности Древнего мира. Хетты и лувийцы, ассирийцы и вавилоняне, начиная с конца II тысячелетия до н.э. и до IV-II веков до н.э., хуриты наряду с урартами и некоторыми другими народностями участвовали в финальном процессе формирования армянского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok